Welcome, welcome, welcome. Игра номер 2. ХЛЕ против Гриффинов продолжает свою партейку. Сразу же в баны пики мы с вами попадаем, где ХЛЕ на этот раз будет играть с синей стороны. Ну а Гриффинам, соответственно, придется как-то пытаться контрпикать на красной стороне противников. И у нас на Лиссандру забирается Джейс плюс Райз. Сразу две соло-линии Гриффины решили показать. Команду ХЛЕ это не смутило. Они добирают себе Лисина. Как агрессивного чемпиона. И добирает Йорика, которому, видимо, будут помогать. ВБ про Виртус. ВБР про Виртус. Может, ты не будешь, а задашь мне вопрос в личку, и то я тебе все отвечу. А то, ну, зачем такие гадости писать? Ты же не в курсе событий. Мне всегда было интересно, люди только с одной стороны что-то услышали эхо. Какой-то, знаете, какой-то отголосок. И вместо того, чтобы разобраться, делают выводы. Ребят, нельзя делать выводы, пока две стороны не услышите. Всегда. Но это уже тебе решать. Слышат звон, но не знают, где он. Да, Тадемчик. Да, тут даже не слышат звон, но не знают, где он. Они знают, где он. Только они не хотят даже попытаться подумать. Потому что, ну, статистика гласит... У меня, собственно, есть статистика. Из тех, кто мне написали, по-моему, кроме абсолютных неадекватов, которые даже решили не читать то, что я им в ответ писал, 90% людей в итоге сказали, ну, ладно, наверное, и вправду так и есть, как ты сказал, Виви. И все? И в итоге такие, окей, ладно, что-то я и вправду погорячился, что-то я и хер, и какое-то написал тебе, извини, друг. Я не буду подставлять этих бедных людей, потому что, если уж война такая, то, знаете, войну могут и на этих людей начать, а я не хочу людей подставлять. Но те, кто были, кто мне написали, даже были и мои модераторы, которые спрашивали, что случилось. Я им тоже всем отвечаю в личку. Никого не упускаю, если хотите услышать ответ. Но только в личку. Да, это дымчик, я помню. Кометы! Какие кометы! Нет комет. Поучаствуют в диванных войсках. Да, диванные войска, они такие. Я хейтер, но я почитаю твои сообщения. Отлично. Ну все, вот. Он не хочет разговаривать. Вот, посмотрите на него. Нет, это бесполезно. Это бесполезно. Да, это... Все. Видите, я думал, он будет адекватным. Я ему конкретно... Это такой же. Такой же 12-летний мальчик. Ты был связан с дотой, голос похож. Я где только и не был, если так посудить. Я просто не знаю, где ты меня увидел. Доту я пару только чемпионатов комментировал. И то это только за донат было. Люди захотели, чтобы я доту покомментировал. Так оно и было. Он причем присылает иногда то, что рекомендует. Так что... Есть такие наверняка стримеры, которые просят это, и люди это исполняют тоже. И это был Интернешнл. Да, два Интернешнл, даже три Интернешнла. Ну, а ведешь себя как 12-летний. Я могу сказать точно, ребят, что мировоззрение человека не зависит от его реального возраста. Ну, то есть, серьезно. Вы можете быть даже 40-летним, а вести себя как 18-летний пацан. Оно такое есть. Мне очень понравилось комментирование чемпионата мира по доте. Но мы не особо разбирались в доте. И там теперь Алсиор на посту. Он не даст нам туда прорваться. Хотя я даже и не собирался ни сюда, ни туда прорваться. Я абсолютно, как бы говорит, свободный человек. Я просто работаю. Вы хотите, я комментирую это. Не хотите, я не комментирую. Если вы не приходите на трансляции такие-то, ну, значит, вам это не надо. И мы переходим в другие дисциплины, и стримим их, там, в летсплеи играем. Мне нравится летсплей, уходим в такие-то игры. Я стример. В этом и есть разница. Комментируем. Не волнуйся, ребят. Все будет, как обычно. Ну что ж, баны пики у нас были пройдены. Хэл-Вешники против Гриффинов. Счет 1-0 в пользу команды Гриффиндоров. И Гриффины взяли себе хороший подпуш в Эрли Гейме, но при этом взяли Ника для Лейта. Два у них танк-инициатора, если так можно назвать, потому что Моргана, она своеобразный танк-инициатор. Что же касается команды Хэл-Вешники, они решили играть через 4-1 сприт-пуш. При этом он у них весьма хорошо рабочий должен быть. Лисия у них в лесу. Я думаю, Леник Фаза должна уходить чуточку за командой Гриффинов. Где-то 55%. Чуточку туда. Тарзан, кстати, еще левел 2 Ганг решает организовать. Неужели здесь Варда не будет? Тал, ну как так-то? Дешевый Вард не поставил, который есть у него тринкет. Был потрачен где-то в другом месте. Талу просто берут, приходит, снимает с него флеш, снимает с него штаны, снимает с него здоровье. И это неприятно. Как ты думаешь, Джин с Жатвой будет актуален? Конечно, Джин с Жатвой абсолютно будет актуален. Что касается леталити Джина, то Жатва на нем сидит очень хорошо. Давайте я добью проценты, потом отвечу на парочку вопросов, которые просто по Лиге вы тут позадаете. Гриффины 55% Леник Фаза. Мидгейм, я думаю, тоже остается за командой Гриффинов, но поболее уже 60-60, даже 5, наверное, можно дать процентов, потому что у них... Нет, 65 не могу дать, 60 просто процентов отдам им. А вот мидгейм, когда заканчивается, наступает лейт. Лейт, в котором есть комбинация Зайра и Кан, в котором есть Лиссандра, но нехватка магического урона тоже будет давать и себе знать. Правда, у ХЛЕшников есть Йорик, который может сплитпушить, причем очень сильно, Ургота. А Йорик дает у нас здесь Олэм по Тарзан, Тарзан начинает потанковывать вышку, танкует ее для Сварда. Свард, конечно, погибает здесь, но это размен килл в килл. С одной стороны, это, знаете, такой момент, когда ни себе, ни людям. С одной стороны, Талл доволен, потому что он сделал убийство и не умер просто так. С другой же стороны, Гриффинский топ-ленер тоже доволен, потому что он заденайл много крипов и сам себе забрал убийство. Так что один в один размен именно то, что нужно. Плюс еще ФБ забрала себе команда Гриффинов. Ну, так вот, я вернусь к мысли по поводу лейтгейма. Азая плюс Райкан, мне кажется, все же посильнее будут Ники и Морганы, тем более, что Ника здесь за хотфикшен на я. Патч хоть и 9.5, но он за хотфикшен на я. И мы что-то с вами пропустили. Мы пропустили Оллин, который был по Чове. Чове остается в живых при помощи Афтершока. И тут такое ощущение, что Боно как будто сам чуть было не погиб в этот момент. Что же касается Йорика, сможет ли он сприткушить? Конечно, сможет. Джейс, начиная где-то уже с четырех предметов Йорика, не сможет ему вообще ничего делать. У нас хороший Оллин идет, отбал на пас варду. У сварда нет лоша. Тянутся они к своему медленеру, который сюда прилетает. И Рай зарабатывает убийство для своей команды. Битва продолжается, у чего его небольшая неприятность, потому что теперь по нему проводится фокус. А у Тарзана откатывается комбо, убивает Тала. Замедление по лаве. Лава один идет телепортация. И Лава говорит, да как же так-то, почему? Все игроки команды Гриффин здесь. И это тот самый момент, когда вы дуэльку 3 на 3 проигрываете. Причем проигрываете ее очень-приочень сильно. 2-4 счет, плюс 1000 золота преимущество команды Гриффинов становится. И это будет очень неприятный мидгейм теперь. Ну, как и в предыдущей игре. Без ТП забрали бы даже лаву. Ну, без ТП. Не знаю, тут видите, лава был на базе. Он нажимает телепортацию чуть позже. И летит не туда, не на тот же Варты. Может быть, если бы он прилетел сразу туда, больше бы урона дал. А так, получается, что и перепрыгнул, ушел в сторону. Потом он как-то Ешку по-странному дал. Ушел в другую, опять же, сторону. Попал в подкидывание его партнера. И один в два лава не побеждает здесь. И действительно, Сворд мог не лететь. Я сейчас посмотрел. Та-а-ам-та-дам. Два-четыре. Тысяча шестьсот золота. Есть. Ну, видимо, спят Тадемчик. Тем временем, на бутлайне равенство по фарму у нас. В Infinity Edge будет уходить у нас Саньон. Пока начал с Пик Экса. Видимо, они как-то неудачный рекол сделали. Но если посмотреть за Вайпером, у того, тем более, неудачный рекол. Укупил себе просто два Дорана. Хотя надо, конечно, уходить как можно быстрее в Гуинсу и дальше в Атак Спит. И набирать как можно больше. Ну, а у нас, ребят, на бутлайне. Есть возможность сейчас зайти на ганг Тарзану. Тарзан проверяет, что здесь происходит. И решает, что это его не интересует. Уходит не на дракона. Там дракон, потому что Оушен, он спокойно победит бедного Джарвана. Джарван вряд ли сможет его одолеть. И я вам рассказывал, что у каждого дракона есть свои собственные статистики. У каждого дракона свой собственный бонус и дебаф. И любопытно, что самое простое — это забирать инфернала дракона. То есть, получается, огненный дракон самый простой по забиранию. А самый сложный как раз-таки является Оушен. Второй идет по сложности — это Клауд. Третий идет, соответственно... Или второй по легкости идет уже у нас Маунтен Дрейк. То есть, если по сложностям расставлять, то это будет Оушен, Клауд, Маунтен, Инфернала. Ну и, соответственно, противоположное по-другому. Но бонус здесь лоит. Он нажимает смайд, пытается убежать. Попытает бандинг. Моргана флэшится и дает автоатаку по Варду. Ну, решила еще и Вард по пути убить, но не успела. Вот и вся история. Бедная команда ХЛЕ, по-моему, приплыла и в этой партии. Да, пусть живет золотая рыбка. Какое-то вытирание уже вторую игру подряд без борьбы. Мне кажется, Гриффином просто тренер сказал, «Так, ребят, соберитесь. Хватит, а то на прошлой неделе мы напроигрывали. Тем более, что команда ХЛЕ нам не закидывала денежку на счет. На наш банковский счет команда не забросила денежку». И это шутка, если что. Шутки прибаутки 3-2-2. 2-5. Продолжается под пуш у нас с всех сторон. И команда Гриффин. Знаете, такой уже момент обреченность. Я просто смотрю партию, понимаю, что сейчас просто Тарзан прилетает. Дает комбинацию. Ульта, Бона нет еще даже ульты. Пытается у нас помочь здесь Райкан. Кстати, Райкану, может быть, что-то даже получится. Человек сможет ли убить в ответ Бона? Нет, у него маны пока нет. Он заполучил себе синий баф. Смещается он к Сварду. Свард подходит. И одно убийство ответная хотя бы сделала команда ХЛЕ. Правда, в этот момент Зая не фармится вообще на ботлейне. Стоит и немножко тыкает своими перышками. Она сейчас големов. Но выйти на линию у нее нет никакой возможности. Не представляется просто таких возможностей. иначе ее просто тупо за Тауэр дайвят. Ужас. Мне реально нравится. Я там, извините, отвлекаюсь от этого парня, которому... Вот, друг, честно, ты пока для меня еще друг. Я тебя банить не собираюсь. И если ты мне сейчас в личку напишешь, я тебе лично дам ответ. И ты лично сам же... Тебе стыдно просто будет. Вот реально, просто будет стыдно за то, что ты писал. Либо ты окажешься тупым. Это одно из двух. Ну, как бы, такие вещи бывают. Извините, ребят. Ну, просто это даже не смешно. Человек ровно пишет все то же самое, что пишут они мне в личку. Но я всем вам даю свою позицию. И все такие... Хаааа. А ведь ты прав. Подожди. Ведь у тебя в позиции есть абсолютная логика. Ведь в твоей позиции все верно. Хааа. Потому что я не хочу кое-кому давать бесплатную еще мотивацию делать ролики. Зачем мне это нужно? Ну, вот, все. Все? Договорились? Пиши в личку. Ты говоришь, что пишешь в личку ответ, ответь на вопрос. Я отвечу тебе на любой твой вопрос в личке. А там уже сам решишь, что делать с этой информацией. Как только я тебе отвечу. Покажешь. Ну, ты, видимо, вообще на моих стримах не бываешь. Поэтому с тобой тяжело разговаривать, так как ты не знаешь, кто я такой. Ты даже, наверное, думаешь, что у меня просто канал на Ютубе. Знаете, еще в чем прикол, ребят? А большинство людей от Волан-де-Морта думают, что у меня канал на Ютубе содержит 3000 человек. Потому что они даже не знают, что это мой второй канал, на котором идет прямой эфир. Это так грустно. То есть, это так реально странно. Хороший здесь товар-дайв. Ладно, мешает трансляцию проводить один человек. Пришел здесь у нас провокатор. Мистер Провокатор. Успокойтесь, мистер Провокатор. Мы перестаем читать чатик и начинаем смотреть только Лигу Легенд. Потому что ты пришел и мешаешь стримеру. И мешаешь зрителям. Ты не уважаешь ни стримера, ни зрителей. Можешь меня не уважать. Можешь, я не знаю, сделать портрет мой и каждый день кидать в него топоры, ножи. Что хочешь, можешь делать. Но зрителей моих уважай, пожалуйста. И себя тоже. Не надо опускаться до уровня детсада. Все? Договорились? За Кейм Лейт напишите. Да, мы оценку давали. Лейтгейм за команды ХЛЕ порядка 60%. Потому что у них есть хороший сплитпуш, у них хорошие 4 на 4 сражения. И самое главное, даже 5 на 5 они смогут в Лейтгейме победить. Если все будет у них хорошо, ну, давай-то им не добраться. С таким стартом. Когда Чови делает тавардайв лавы. То есть человек, у которого есть афтершок. Он делает его тавардайв, убивает, остается в живых и еще фармится. Помимо этого. Это, ребят, очень грустно. 4000 преимущества на 12-й минуте. Да. Ну, это было, наверное, с первой игры даже видно. Потому что в первой игре сетапчик у команды ХЛЕ даже был посильнее. Потому что в мидгейме они имели свои козыри. Там, окей, Джакс их мучил бы. Вейн мучила в конце игры. Но свои козыри в мидгейме у них были бы. А ничего даже там не получилось. Инициация. Ответная инициация. Это же идет от Вайпера вместе с Леджинсом. Прилетает сюда лава. Пошла инициация. Дальше. И все разбегаются. Леджинс. Хороший дайв. Как же они убежали? Он тут... Бона. Подходит удар на гейт. Свой наносит. Леджинса попытается добрать. Кей кидает свое заклинание. Но там защита магическая. Вот. Леджинса. Он уходит в сторону. Но в ответ вы видите. Джарван забирает себе Геральтку. В ответ же Чови подбирает еще здесь 160 золота с этих пластин. Да и на топе у нас давление пока оказывает очень большое на Таласворт. Он, кстати, уже тоже две пластины снял. Я так понимаю, команда Гриффиен выиграет 2-0. Да, я думаю, они выиграют. Выиграли бы и 3-0, и 4-0. Учитывая, как идет эта партия. Леджинс Моргана просто лучше. Да, вот выглядит, как, знаете, чемпион, которого стоит банить. Хотя, как вы можете до этого дойти, когда Леджинс все предыдущие партии играл всякий Галлио, Алистаров, Браумов. Ну, ладно, парочку раз было у него Шен еще. И вроде в самом-самом-самом начале сезона он отыгрывал тоже Моргану. Все это золото в соло уходит в Сварду. 2000 золота преимущества Сварда над Йориком. Совсем не скоро будет у нас сплит-пуш от Йорика работать. Почему ты говоришь, Геральтка, это она разве? Да, это она. Это все знают, кроме локализаторов Ру-сегмента. Те, кто делали локализацию на русский язык, переводили, они потеряли у нее пол. Потому что лор этого существа, это краб на реке, который находится. Кстати, у нас два краба на реке находятся, если ты не в курсе. И они, эти крабы, являются девочками. И один из этих крабов из-за того, что очень часто находился рядом с Нашор Питом, и Нашор выпускал свои ядовитые вот эти вот всякие газики, это существо мутировало и превратилось в Геральтку. Английские комментаторы даже ее ласково называют Шелли. От слова Шелл, ракушка, либо ракушкой надо ее называть тогда, ну если в русском языке. Ну я ее Геральткой называю, мне кажется, это приятное имя. Геральт, эта девочка давно... Это известно с самого начала, как только ее сделали. Я честно не понимаю, как они умудрились. Я пытался найти ролик на русском языке, где нам рассказывали про новые изменения в Лиге Легенд. Но почему-то я найти его не смог. Ну я не особо, честно, искал. То есть я так... Зашел просто в поисках, типа, нововведения, по-моему, это в седьмом сезоне было, да? В седьмом сезоне и в середине. Нововведения. В ролике в английском языке, по-моему, там как раз тоже на заднем плане был Фрик. Голосом своим закадровым говорил, что she has mutated, бла-бла-бла и так далее. То есть и слово she использовал. И даже на картинке она была с этим сердечком нарисована. Ну типа такая влюбилась. Влюбилась в кого-то. Хотя я не помню, в кого она там влюбилась. Там кто-то на нее напал, а она типа знак любви такой им окинула. Но на самом деле ее все равно убили. Глазик ей сломали. А в русской версии я что-то... Тогда это не посмотрел, но это было тоже год-полтора уже назад. И все. Ну это партия, ребят. К сожалению, ХЛЕ сегодня ничего не показали. Я лично ожидал гораздо интереснее игру. Вот эту вот первую. Вторая у нас сегодня игра должна будет поинтереснее быть. Потому что и команде Kingzone есть за что воевать. И команде Catarossers есть за что воевать. И у нас хорошая рута идет по двум игрокам. Как же Viper классно отыграл. Прилетает сюда Джарван. Дает свою альту. Цепляется за этих двух игроков. Еще побить их можно. Райс дает уже сюда альту. Прилетает. Знаете, это как бороться с Tower Defense. Вот кто-нибудь играл в Tower Defense? И вот сегодня у команды ХЛЕ настоящий Tower Defense. Только ты отобился от одной волны крипов. Как тут подходит уже новая волна героев. Отбился от этой волны героев. Тут появляется еще один герой. Только ты отбился от него. Так тут еще один Challenger approaches. Как говорят английские комментаторы. Ну то есть задумайтесь. Они крипы под вышку идут. Они такие отбиваемся от крипов. Потом бах. В них идет Tower Dive от Viper с Legends. Они кое-как от него отбились. Тут появляется еще Джарван. Откуда они возьмутся. Они его даже не видели. Вроде убежали от Джарвана с потерей одного игрока. И тут еще и Райс прилетает. И если бы еще и Сворд залетел за спину. Вот это вообще было бы конечно грустно для них. А ну вот это. Повторчество и увидите. Байдинг очень хороший. Моргана попал. Потом дарила ульту по двум игрокам. И из-за этого как видите. Очень быстро срезали Райкана. У Галлио даже есть фраза. Что он влюбился в Краба. О-о-о. Ну Галлио на самом деле по пропорциям так сказать. Уж очень действительно похож на Геральтку. Возможно у них была бы хорошая семья. Есть такая игра как Эволюция. Есть такая игра как Спор по-моему. Я в Спор играл в свое время. Это очень давно было. Это сейчас будет сказано немножко странно. Короче Спор. Диск лицензионный. Как только вот Спор игра появилась. С бета-теста она вылезла. Диск лицензионный мне подарил Майкер с Нефандой. За проведение первого, ребят, самого первого турнира на сайте goodgame.ru. На сайте goodgame.ru не было еще нормального функционала сайта. Он только тоже из альфа-мода вышел. В бета-тесте еще находился. И они хотели турнир провести. Но у них не было времени. И я вызвался провести первый турнир. И на этом первом турнире была гигантская проблема. Знаете, какая? Сетка не создавалась автоматически. Ее надо было создать вручную. А так как сайт пиарился везде, где только можно было, участников на этом турнире было, я вот как сейчас помню число, 800 с плюсом человек. Сетку пришлось создать на 1028 человек. Или сколько там получается? 1028, да? Ну, потому что кратное двум должно быть. И вручную каждого человека пришлось запихнуть. Мне моя тогда еще бывшая помогала это все сделать. И мы, помимо этого, ребят, не работал функционал побед-поражений. 1024, а не 1028, прошу прощения, да. Спасибо за поправку. И еще вручную нельзя было победы и поражения. Надо было вставлять вручную, понимаете? Ничего не было автоматизировано. Когда Майкер с Нефандой это узнали, они такие... Ну, то есть я там и стримил еще в этот момент. Варкрафт тогда был чемпионат. Стрим мы провели там, как раз первую стадию его провели. Где-то до оставшихся 128 игроков провели. А когда я им рассказал, как у них все это не работало, они такие... Чего? Блин. Слушай, сорямба. Денег нет, но вы держитесь. И дали мне вот этот диск. Ну, а я его своей бывшей отдал, так что... Диска сейчас у меня нет, он у нее наверняка где-нибудь уже сожжен. Сожжен и, я не знаю, там, уничтожен, раскромсон. Все, что... Что там делают бывшие с вещами своих парней? Вот такие дела, ребят. Так что... Но зато... Провел. Насколько я помню, ну, тоже были там хейты. Кому-то не нравилось вот это вот... Как я решил отсудить некоторые моменты. Потому что у кого-то что-то там не запустилось. Я не давал даже им времени подумать. Просто убирал игрока с чемпионата. Не поверишь, что иногда бережно хранят. Ну, если так есть, то так есть. Я же не против. Там очень много подарков осталось, которые бережно можно хранить. Один даже подарок и реальные деньги латвийские. Я всей купюры до 20 латов привез однажды. Ну, как однажды. Просто в рамочку сделал. Красиво, ребят. Рамочка. И в ней были 1 лат, 2 лата, 5 лат, 10 лат и 20 лат. 50 и 100 у меня не было. Нет, это слишком жирно было бы 50 и 100 еще отдавать. Это нет. Это для жены, ребят, сохраню. Хотя латов больше нет, к сожалению. А латы закончились с введением евро в Латвии. Но вот это тоже я помню. Это ручные труды, как говорится. Для них делаешь бесплатный турнир с призами. Они только издают, что правила не читают, а потом ноют. Да, да, да. Для них делаешь бесплатное. Вот главное, ребят, делаешь бесплатное комментирование вот этих матчей. Я почему сейчас уже в лирику ушел? Здесь ничего не происходит, ребят. Хелл Е в лейтгейме сильнее. Да, я это не отрицаю. Да, но мы видим с вами, как они играют. Скорее всего, произойдет какое-нибудь одно небольшое сейчас сражение, в котором Гриффин просто растопчет команду Хелл Е окончательно. Будет ли оно за дракона, будет ли оно еще где-то? Непонятно. Как лучше делать куриные отбивные? Куриные отбивные? Ну, как и обычно, как и все остальное, тебе нужны обязательно ингредиенты все. По сути, яичко немножко с этим, с мукой нормально отбить, нормально отбить. Потому что многие люди не знают, что отбивные, они являются отбивными. Там надо мясо отбивать, оно должно быть мягкое, а люди этим не занимаются. Хотя с курицей можно и полегче быть, потому что она на самом деле не жесткое мясо. Да, вот-вот, панировочные сухари и яйца-мука. Можно и без панировочных сухарей, это кому, ну как, на вкус и цвет. Потому что панировочные сухари очень часто сам вкус и принесут. Если у тебя есть очень хорошие, то можешь их использовать. Короче, они делаются, как и котлеты, по сути, только там без яйца. А здесь с яйцом. Желательно с яйцом все же делать. А можно, на самом деле, даже на пароварке сделать без яйца и без панировочных сухарей. Но это тогда будет типа как такое мясо топленое. Но оно тоже будет неплохо. Я вообще умею готовить, если что. Другое дело, потому что я ленивый, как не знаю кто. Но и времени тоже иногда нет, поэтому такое дело. А научиться пришлось, когда жил в Англии. Позже, какое мясо? Ну, у кого пост, а у кого? Пожрать. Спросил Бибики Оливерс, как это готовить. Да. Как контент подъехал. А на гарнира к нему гречи сварить. Мне гречи с курицей не очень нравятся. Мне вообще гречи не очень нравятся, скажем прямо. В детстве я вообще ее ненавидел и всегда ревел и говорил, что не буду это есть. Но со временем, то есть я от печенки отказывался и от изюма. У меня было три вещи, я точно помню, в детстве, которые я просто ненавидел. Это изюм, печенка и греча. И самое смештое, что есть такое блюдо, которое включает в себя печенку, изюм и гречку. Это было, наверное, самое бы худшее блюдо, если бы кто-нибудь из моих родителей приготовил потроллить меня. Это блюдо. Но вот, так как говорится, по мере жизни я понял, что организм иногда начинает хотеть чего-то. Он как, знаете, как у этих, у женщин, у которых ребенок там в животике. Организм просто требует и все. И организм в последнее время тоже от меня требовал печень, я все равно ел ее. И тогда я где-то начинал думать, блин, реально же отстойная еда. Но вот что-то хочется почему-то это. Гречу можно, да, можно ее сладкой сделать, можно сделать ее хорошей, соленой, как она на рис будет похожа. Все это я знаю, ребят, все эти блюда. Но греча, наверное, пока находится все еще на рейтинге, мне не нравится. А вот и к изюму уже как-то привык. А раньше я из булочек изюм даже выковыривал. Греча – еда богов. Да, кстати, это есть такой термин – греча – еда богов. Все верно. Ну, а здесь Кейл ловит на нашора. Пошла команда Грейфиана. Тем временем Джейс предпушит Йорика, хотя должно быть наоборот. И что-то хэлэшников даже не пустили на реку. Их просто прогнали с этой реки. Как жареную картошку и рыбу. Вот жареная картошечка и рыбка – это да, это реально очень вкусно. Ну, такое прям вот блюдо топовое. Ну, а по поводу курицы, там тоже человек говорил. Курица лучше всего подходит под рис. Курица подходит под пирожку, курица под салат идет. То есть, это вот основные, насколько я помню, то, что я читал на эту тему, основные, вылезло слово из головы, ну, вы поняли, дополнительные блюда для курицы. Раз там парень хочет у нас отбивные сделать, то идеально будет с рисом, либо с пирожкой. Наверное, с пирожкой будет идеальней. Именно пюре – не жареная картошка. Потому что мясо курицы очень мягкое, и тебе нужно, чтобы второй ингредиент тоже был очень мягкий. Гарнир, да, гарнир, большое спасибо. Вылетел из головы просто слово. Надо, чтобы гарнир тоже был очень мягкий такой, легкий. Ну, или салатик тоже легкий. Там не мясной салат, конечно же, имеется в виду, а просто вот обычный какой-нибудь. Зелень плюс что-то. Пирожка с отбивной очень шикарно закроет. Ну, вот, да, 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 мне тоже так нравится. С чесноком лучше. Да, вообще идеально. Вообще идеально. У меня мама любит как раз готовить курицу с чесноком. В детстве я тоже это не любил. Ну, потому что потом в школу надо было идти. Или в институт. Ну, в институт. Это уже не в школу. Это уже как бы не детство было, но вы поняли. И из-за этого как бы говорил, да ну нафиг. Но, как говорится, когда тебе никуда идти не надо, ты понимаешь, что вау, как же это круто. Как же Корея скучная. Это не Корея скучная, это команда ХЛЕ скучная, которая, ну, ничего сделать не может. Готовим всем чатиком. Ну, да. И на свидание потом. Ну, если, смотри, если ты на свидание для такого слова, как по трахушке идешь, то тогда, конечно, тут я согласен с тобой, с чесноком не надо. Но если ты идешь на свидание с человеком, которого ты оцениваешь как будущего свое, то никаких проблем. Наоборот, даже сможешь похвастаться, что классно приготовил. Вообще, зачем мы с тобой идем на свидание, идем пожрем у меня? Все, изи. Изи. Лайфхак. Говорят же, что, типа, мужчины любят женщин своим желудком, типа того. Но на самом деле, поверьте, женщины еще больше любят мужчин желудком. Если вы умеете готовить, просто топ. Идем пожрем у меня. Да, да, да. Но это, так, конечно, говорить не стоит. Надо завуалировать как-то это все. Жрать будешь? Меня очень часто критикуют на руссегменте за Люциана с руной завоевателя. Что об этом думаешь? Ну, руна завоевателя действительно чуть хуже заходит, наверное, на Люциана в early game. Но зато в late game ты с танками будешь справляться нормально. Но я бы все равно посоветовал играть через press. Да, так, все же, Люциан это начальный чемпион, а не late game'овый. У меня есть дома прекрасная коллекция специй. Ну, хоть не презервативов. Если мне парень приготовит что-то с чесноком, он труп... Ой. А еще Wild Fox'а у нас не знает, что чеснок пишется с буквой Е. Чеснок. Ну ладно. Чем тебе не нравится чесночок? Лиса. Спасибо за мнение. Очень важно. О, слушайте, мне вчера предложили... Мне вчера предложили, ребят. Я не заставляю вас. Я не прошу вас это делать. Просто было предложение, которое довольно забавное. Каждому боту... Ну, боту это уже... Не боты, вы понимаете, к чему я имею в виду. Каждому человеку от Волан-де-Морта, который будет что-то задавать, и не будет материться тут, и будет пытаться с нами диалог вести, надо писать, нам очень важно твое мнение, спасибо за то, что пришел. Ну, примерно такие фразы. Мне, правда, лень это писать, но, может, кто-то из вас исправится с этим. Представляете, человек приходит, и тут бах, и мы говорим, что им действительно очень важно его мнение, и все рады, что он пришел. Я Волан-де-Морт. Нет, ты не Волан-де-Морт. Волан-де-Морт это то, что нельзя произносить. Ой, победа, подождите, тут игра идет, а я и забыл. Я думал, мы просто сидим с вами, чай пьем. Утренний чаек. А как же... Кто такой Волан-де-Морт? Волан-де-Морт это тот, чье имя нельзя называть. Ты что, не знаешь об этом? Ты как Роулинг читал? Забавная ситуация, там Райс. Да я только то, чтобы казаться подвышкой. Почему канал... Чего? Ужас. А еще мне вот интересно, эти люди действительно вот в реальной жизни используют такое слово, как дядя. Ну, то есть, представьте, вы устраиваетесь на работу, потому что я больше чем уверен, что эти люди не имеют свою фирму. Ну, кто-то имеет, но чаще, наверное, все же нет у них своей фирмы. Следовательно, им придется устраиваться на работу, ведь хочется как-то жить в этом мире. Хочется устраиваться на работу, хочется как-то найти себе жену, сначала подругу, с этой подругой познакомиться с ее родителями. И, представляете, ты приходишь к девушке, ну, симпатичной, она тебя знакомит со своими родителями, и ты такой берешь и ее отцу говоришь, «Хе, дядь, привет!» Я, если бы... Ну, у меня как бы есть племянник, и я в некотором роде его воспитал. Ну, племянник, окей, это немножко другие отношения. Если бы у меня была племянница, и я бы ее воспитал, и такой вот пришел замухрыжник и сказал бы дядь мне, ну, я бы его поставил просто на место, и он бы понял, что так общаться с людьми категорически запрещено. Потому что, ну, это в реальной жизни не работает, ребят. А по мне, то, что вы пишете в чате, это и есть то, что вы... То, что есть в вас, на самом деле, внутри. Понимаете, да? Ну, и точно так же на работе. Ну, ребят, официальное общение, ну, хотя бы немножко включите. Если с вами общается официально, то и вы должны общаться официально. Если с вами общается как-то возвышенно, можете общаться как хотите тогда. Пойдем Корею смотреть. А мы Корею и смотрим. Сорендер ТВ. Я так и отношусь, как ты написал. Все верно, просто сегодня что-то спам какой-то пришел опять. Пойдем Японию смотреть. Ну, давайте посмотрим, что у нас вообще здесь есть из того, что мы можем выбрать. Потому что, да, у нас есть только Япония впереди. Сейчас посмотрим. Если у них там игра... Блин. Ну, кстати, счет 7-2 по золото равенство. О, тут и Велинка. Давайте я сделаю стоп-старт и посмотрим одну игру японского чемпионата. Надеюсь, вы не против. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова